Тайная доктрина Тайная доктрина Откуда этот вселенский символ? Яйцо, как священная эмблема, встречается в космогонии каждого народа на Земле и почиталось как по причине своей формы, так и в силу заключенной в ней тайны. Начиная с самых ранних умственных представлений человека, оно было известно как наиболее удачно изображающее начало и тайну бытия. Постепенное развитие невидимого зародыша внутри замкнутой скорлупы Внутренний процесс без какого-либо заметного внешнего вмешательства силы, который из скрытого ничто, производит активное нечто, не нуждаясь ни в чем, кроме тепла. И постепенное развитие этого зародыша в конкретное живое существо, которое разбивало свою оболочку, являясь для наших внешних чувств, как самозарождающееся и само себя сотворяющее существо. Все это с самого начала должно было казаться постоянным чудом. Сокровенное учение объясняет причину этого почитания в символизме доисторических рас. В начале первопричина не имела названия. Позднее она замечалась в воображении мыслителей, как вечно невидимая, таинственная птица, роняющая яйцо в хаос. И это яйцо становится вселенной. Отсюда Брама назывался Калаханса, лебедем во пространстве и времени. Став лебедем вечности, Брама при начале каждой Махаманвантары кладет золотое яйцо, изображающееся великим кругом или кольцом, что само по себе является символом вселенной и ее сферических тел. Вторая причина избрания яйца символом вселенной и нашей Земли заключалась в его форме. Оно было кругом и сферой. Овальная же форма нашей планеты должна была быть известна с самого начала символики, раз яйцо было принято повсеместно. Первое проявление космоса в форме яйца было наиболее широко распространенным верованием древности. Как доказывает Бриан, оно было символом принятым среди греков, сирийцев, персов и египтян. В египетском ритуале говорится, что Сеп, бог времени и земли, положил яйцо или вселенную. Цитата «Яйцо, зачатое в час великого единого, обладающего двуначальную силою. Ра, подобно Браме, изображается развивающимся в яйце вселенной. Умерший, в кавычках, листает в яйце страны мистерий. Ибо это есть, цитата, яйцо, которому дана жизнь среди богов. Это яйцо великой кудахтующей курицы, яйцо Себа, которое исходит из него, подобно ястребу». У греков орфическое яйцо было описано Аристофаном и было частью Дионисовых и других мистерий, во время которых происходило освещение мирового яйца и пояснялось значение его. Порфирий тоже объясняет его как символ мира. Пабр и Бриан пытались доказать, что яйцо обозначало Ноев ковчег. Мнение дикое, если только не принять его как чисто аллегорическое и символическое. Оно могло изображать ковчег лишь как синоним Луны, как Арха, который несет вселенское семя жизни. Но, конечно, оно не имело ничего общего с библейским ковчегом. Во всяком случае, воззрение, что вселенная существовала вначале в форме яйца, было всеобщим. И, как говорит Уильсон, цитата, «Подобное же описание первого соединения элементов в форме яйца приводится во всех Пуранах, с обычным эпитетом «золотой», как, например, в Ману». Хиранья, однако, означает скорее «блистающий», «сияющий», нежели «золотой», как это доказано великим индусским ученым. С вами Дайнан Сарасвати. В его неопубликованной полемике с профессором Максом Мюллером. Как сказано в Вишне Пуране, далее цитата, «Разум Махат, включая непроявленные грубые элементы, образовал яйцо, и владыка вселенной сам пребывал в нем в качестве брамы. В этом яйце об рамины заключались материки и моря, и горы, планеты, и подразделения планет, боги, демоны и человеческий род. Как в Греции, так и в Индии, первое видимое существо мужского пола, соединившее в себе природу обоих полов, пребывало в яйце и зашло из него. Этот, перворожденный мира, по мнению некоторых греков, был Геонис, бог, который возник из мирового яйца, и от которого произошли смертные и бессмертные. Бог Ра явлен в книге мертвых, сияющим внутри своего яйца, солнца. Причем звезды также исходят из него, как только бог Шу, солнечная энергия, просыпается и дает ему толчок. Цитата «Он в солнечном яйце, яйце которому дана жизнь среди богов». Солнечный бог восклицает «Я, душа Творца небесной бездны, Никто не видит моего гнезда, Никто не может разбить моего яйца, Я, есмь, владыка». Ввиду этой кругообразной формы, причем вертикаль единицы исходит из окружности или яйца, или мужское начало из женского вандрогини. Странно встретить ученого, утверждающего, что арийцы не знали десятиричного исчисления, на том основании, что в древнейших индусских манускриптах нет и следа его. Число десять, будучи священным числом Вселенной, было тайным и эзотеричным, как в отношении к единице, так и к нулю или кругу. Кроме того, профессор Макс Мюллер говорит, что оба слова, сифер и зиру, составляя одно, достаточны для доказательства, что наши цифры заимствованы у арабов. Сифер есть арабское сифрон и означает пустой. Перевод с санскритского синуан или ничто, говорит профессор. Арабы получили свои знаки из Индостана и никогда не претендовали на их изобретение. Что же касается пифагорейцев, то нам следует лишь обратиться к древним рукописям трактата Буэция де Арифметика, составленного в VI веке, чтобы найти среди пифагорейских чисел один и ноль, как первый и последний знак. И Порфирий, приводящий выдержки из Модератус Пифагора, говорит, что числа Пифагора были иероглифическими символами, посредством которых он пояснял идеи, относящиеся к природе вещей или начало вселенной. Далее сноска. Каббалист в Корее будет склонен предполагать, что раз арабское кифрон было заимствовано от индусского синуан ничто, то и еврейские каббалистические сифироты были взяты от слова сифер не в смысле пустоты, а в смысле сотворения путем чисел по ступеням эволюции и сифиротов 10 или окружность, имеющая вертикальную диагональ, диаметр. Теперь, если с одной стороны в наиболее древних манускриптах Индии еще не найдено следов десятичного исчисления и Макс Мюллер высказывается очень определенно, что до сих пор он нашел всего лишь 9 начальных букв санскритских чисел, то с другой стороны мы имеем рекорды столь же древние, которые могут снабдить нас нужными доказательствами. Мы говорим об изваяниях и священных изображениях в древнейших храмах Дальнего Востока. Пифагор получил свое знание в Индии, и мы видим, что профессор Макс Мюллер подтверждает это заявление, по крайней мере, настолько, чтобы допустить, что неопифагорийцы были первыми учителями цифрового исчисления среди гревков и римлян, что они в Александрии или в Сирии ознакомились с индусскими знаками и применили их к абакус Пифагора. Это осторожное допущение предпосылает, что сам Пифагор был знаком лишь 9 знаками. Таким образом, мы можем справедливо ответить, что хотя мы не имеем экзотерических достоверных доказательств тому, что десятичное исчисление было известно Пифагору, жившему в конце архаических времен, сноска, год его рождения дан как 608 до Рождества Христова, тем не менее, мы имеем достаточно доказательств, что все цифры полностью, как они даны Буэцием, были известны Пифагорицам еще до построения самой Александрии, сноска, то есть 332 год до Рождества Христова. Это свидетельство мы находим у Аристотеля, который говорит, что некоторые философы утверждают, что идеи и числа дождественны по своей природе и в целом достигают десяти. Думается нам, что это является достаточным доказательством того, что десятичное исчисление было известно им, по крайней мере, за четыре столетия до Рождества Христова, ибо Аристотель, по-видимому, не обсуждает этого вопроса как нововведение неопифагорейцев. Но мы знаем больше этого. Мы знаем, что десятичная система должна была применяться человечеством с древнейших времен, ибо вся астрономическая и геометрическая часть сокровенного зреческого языка была построена на числе 10 или на комбинации мужского и женского начала, и потому, что так называемая пирамида Хеопса построена на мерах этого десятичного исчисления, или вернее на единицах и их сочетаниях с нулем. Об этом, однако, было достаточно сказано в разоблаченной Изиде, и повторять это ни к чему. Символизм лунных и солнечных божеств настолько, естественно, переплетаются и так запутан, что почти невозможно отделить друг от друга такие глифы, как яйцо, лотос и священные животные. Например, Ибис очень почитался в Египте. Он был посвящен не только Изиде, который часто изображается с головой этой птицы, но также и Меркурию или Тоту, который по преданию принял его образ, спасаясь от Тифона. Геродот сообщает нам, что в Египте имелось два вида Ибисов. Один совершенно черный, другой черный с белым. Первому приписывалась борьба истребления крылатых змей, которые прилетали каждую весну из Аравии и были бедствием страны. Другой был посвящен Луне, потому что с внешней стороны она белая и блестящая, а с другой, которую никогда не обращают к Земле, она темна и черна. Кроме того, Ибис убивает и местных змей и производит страшное опустошение среди яиц крокодила, спасая таким образом Египет от этих отвратительных ячерных животных, переполняющих Нил. Утверждается, что птица совершает это при лунном свете, таким образом ей помогает Изида, небесным символом которой была Луна. Но более точная эзотерическая истина, лежащая в основании этих народных мифов, заключается в том, что Гермес, как это указано, а Бенефием охранял египтян в образе этой птицы и учил их оккультным искусствам и наукам. Это просто означает, что Ибис Релиджиуса обладал и обладает магическими свойствами, как и многие другие птицы, в особенности альбатрос и мифический белый лебедь, лебедь вечности или времени. Если бы это было иначе, то почему бы все древние народы, которые были не глупее нас, смотрели с таким суеверным ужасом на убийство некоторых птиц? В Египте тот, кто убивал Ибиса или Золотого Ястреба, символ Солнца и Азириса, рисковал жизнью и с трудом мог избежать смерти. Почитание птиц у некоторых народов было так велико, что Зараастр в своих наставлениях запретил убийство их как тягчайшее преступление. В наш век мы смеемся над всякого рода прорицателями, но почему же столько поколений верили в прорицание через птиц и даже Овамантию, которая, как говорит Свида, была преподана Орфеем, учившим, что при некоторых условиях можно разглядеть в желтке и белке яйца то, что рожденная из него птица испытала бы вокруг себя на протяжении своей краткой жизни. Это оккультное искусство, которое 3000 лет назад требовало величайшего знания и самых сокровенных и сложнейших математических вычислений, пало теперь до последней степени унижения и вырождения. И в настоящее время лишь старые кухарки и предсказатели судьбы читают служанкам в поисках мужей будущее по яичному белку в стакане. Тем не менее, даже христиане до сего дня имеют священных птиц, например, голубь, символ Святого Духа. Также не обошли они и священных животных. И евангельская символика с ее тельцом, орлом, львом и ангелом в действительности херувимом или серафимом, огнекрылым змеем, столь же языческая, как и египетская или халдийская. Эти четыре животных на самом деле суть символы четырех элементов и четырех низших начал человеки. Тем не менее, они соответствуют физически и материально четырем созвездиям, которые образуют, так сказать, свиту или кортеж солнечного бога и которые во время зимнего солнцестояния занимают четыре стороны света в поясе зодиака. Эти четыре животных могут быть встречаемы во многих римско-католических новых заветах, в которых даны портреты евангелистов. Это также животные из Акииловой Меркабы. Рагон справедливо заметил. Далее цитата. Древние иерофанты так искусно скомбинировали догмы и символы своих религиозных философий, что эти символы могут быть вполне объяснены лишь посредством комбинаций и знания всех ключей. Они могут быть истолкованы лишь приблизительно, даже если будут раскрыты три из этих семи систем, то есть антропологическая, психическая и астрономическая. Два главных толкования, высшее и низшее, духовное и физиологическое, сохранялись в величайшей тайне до тех пор, пока последнее не сделалось достоянием профанам. Среди доисторических иерофантов то, что ныне стало чисто или не чисто фаллическим, было наукою такой же глубокою и таинственной, как ныне биология и физиология. Это было их исключительным достоянием, плодом их изучений и открытий. Другие два толкования имели касание к творящим богам или теагонии и к творящему человеку, то есть к идеальным и практическим мистериям. Эти толкования были настолько искусно сокрыты и скомбинированы, что многие, сумевшие раскрыть одно значение, были совершенно сбиты с толку перед знанием других и никогда не смогли разрешить их настолько, чтобы совершить опасное разоблачение. Высшие первое и четвертое теагония в связи с антропогонией были почти недоступны познаванию. Мы находим доказательства тому в еврейском священном писании. Благодаря тому, что змей принадлежит к виду яйцеродных, он стал символом мудрости и эмблемой логосов или саморожденных. В храме в Хивах в Верхнем Египте искусственно приготовлялось яйцо из глины, смешанной с различными веществами для курений. Особым процессом выводили из него церасту или рогатую ехидну. То же происходило в древности и в индусских храмах с коброй. Бог-творец выходил из яйца, которые исходят из уст кнефа, как крылатый змей, ибо змей есть символ всемудрости. У евреев тоже божество изображалось летучими или огненными змеями Моисея в пустыне, а у мистиков Александрии это божество становится Орхио-Христос, логосом гностиков. Протестанты стараются доказать, что аллегория медного змея и огненных змеев имеет прямое отношение к таинству Христа и распятия, тогда как в действительности она гораздо ближе связана с таинством рождения, когда она отделена от яйца с центральным зародышем или от круга с его центральной точкой. Протестантские богословы хотели бы, чтобы мы приняли их толкование только потому, что медный змей был воздет на шест, тогда как он имел скорее отношение к египетскому яйцу, которое стоит вертикально, поддерживаемое священным Тау, ибо яйцо и змей не раздельны в древнем почитании и символике Египта, и медный, как и огненные змеи, были серафимами, пылающими огненными вестниками, то же, что и боги змеи Наги Индии. Без яйца змеи являются чисто фалическим символом, но в связи с ним он имел отношение к космическому творению. Медный змей не имел того священного значения, какое хотели бы ему приписать протестанты, и в действительности он не был прославлен превыше огненных змеев, против укуса которых он был только естественным целебным средством. Причем символическое значение слова медный было женским началом, тогда как огненный или золотой было началом мужским. Медь была металлом, символизирующим низший мир, мир чрева, где должна рождаться жизнь. Слово означающее у евреев змей был Нахаш, но это тоже было названием имеди. В книге чисел сказано, что евреи роптали в пустыне, где не было воды, после чего Господь наслал огненных змеев, чтобы жалить их, а затем, чтобы помочь Моисею, дал ему, как врачующее средство медного змея, на шесте, чтобы они смотрели на него, после чего всякий человек, если взирал на медного змея, оставался жив. Затем Господь, собрав народ у источника Беэр, дал им воды, и благодарный Израиль воспел «Родись, о источник!» Когда после изучения символики читатель-христианин начинает понимать внутренний смысл этих трех символов воды, меди и змея, и некоторых других в том смысле, какой они имеют в Священной Библии. Вряд ли он захочет связать священное имя своего спасителя с библейским инцидентом медного змея. Серафимы или огненные крылатые змеи без сомнения находятся в связи и при том нераздельной с идеей змея вечности Бога, как это пояснено в Кениили его апокалипсисе. Но слово Керуб Херувим также означает змей в одном смысле, хотя его прямое значение другое, ибо Херувим и персидские крылатые грифоны стражи Золотой горы, тождественны, и составное имя первых выдает их смысл или природу, ибо оно состоит из Каэр круга и Ауб или Об змея и потому означает змей круги. Это утверждает политический характер медного змея и оправдывает Иезекиила в уничтожении его. В книге мертвых, как только было показано, часто делаются ссылки на яйцо. Ра могущественный, остается в своем яйце, пока идет борьба между в кавычках детьми возмущения и Шу солнечной энергии и драконом тьмы. Умерший сверкает в своем яйце, когда он переходит в страну тайны. Он есть яйцо Себ-А. Яйцо служило символом жизни, бессмертия и вечности, а также глифом рождающего чрева, тогда как Тау, находящийся в связи с ним, был только символом жизни и рождения в акте зарождения. Мировое яйцо помещалось в хнуме, в водах пространства или в женском абстрактом начале. Причем хнум становился после падения человечества в зарождение и полицизм омоном творящим богом. Когда Пта, огненный бог, несет мировое яйцо в своей руке, символизм становится совершенно земным и конкретным в своем значении. В соединении с ястребом символом Азириса Солнца символ становится двойственными и относится к той и другой жизни, смертной и бессмертной. Изображение на одном папирусе представляет яйцо, парящее над мумией. Это символ надежды и обещания второго рождения для азифицированного умершего. Его душа после необходимого очищения в Амонте будет пребывать в этом яйце бессмертия, чтобы вновь родиться из него для новой жизни на земле. Ибо это яйцо по эзотерическому учению есть девочан обитель блаженства. Крылатые скоробеи также другой символ того же. Крылатая сфера есть лишь другой вид яйца и имеет то же значение что скоробей. «Хопира» «Хопира» корня «Хопра» становиться вновь рождаться, что имеет отношение к перевоплощению человека, так же, как и к духовному возрождению. тягонии мохуса мы находим сперва эфир, потом воздух, два начала, которые породили улом, познаваемое божество, видимую материальную вселенную из мирового яйца. В графических гимнах «Эросфанес» возникает из божественного яйца, которое оплодотворяется эфирными ветрами. Ветер, будучи здесь духом божьим, или вернее духом неведомой тьмы, божественной идеей Платона, движущимся, как сказано в эфире. Катхо Панишади индусов, Пуруша божественный дух, уже стоит перед первичной материей, от слияния которых рождается великая душа мира, Маха-атма, Брама, дух жизни и так далее. Все последующие наименования тождественны Асани-Мамунди или Вселенской Душою, Астральным Светом Кабалистов и Окультистов или же Яйцом Тьмы. Кроме того, существует много других прекрасных Аликурий на эту тему, разбросанных священных книгах Браминов. В одном месте творец женского рода является вначале зародышем, затем каплей росы, жемчужиной и, наконец, яйцом. В таких случаях, которых слишком много, чтобы перечислять их отдельно, яйцо дает рождение четырем элементам внутри пятого эфира, и оно покрыто семью оболочками, которые впоследствии становятся семью верхними и семью нижними мирами. Разбиваясь надвое, скорлупа становится небесами, а содержимое землей, причем белок образует земные воды, затем уже возникает из яйца вишну с лотосом в руке. Вината, дочь Дакши и жена Кашиапы, саморожденного, возникшего от времени, одного из семи творцов нашего мира, положила яйцо, из которого родился Гаруда, носитель вишну. Последняя аллегория касается нашей земли, ибо города есть великий цикл. Яйцо было посвящено Изиде, и потому жрецы Египта никогда не ели яиц. Изида почти всегда изображается держащий лотос в одной руке, а в другой круг и крест. Деодор Сикул утверждает, что Азирис подобно Браме, родился из яйца. Из яйца Леды были рождены Аполлон и Латона, а также Кастар и Полукс, светлые близнецы. И хотя буддисты не приписывают тождественного происхождения своему основателю, тем не менее, они так же, как и древние египтяне или современные брамины, не едят яиц из опасения уничтожить в них латентный зародыш жизни и тем совершить грех. Китайцы верят, что их первый человек родился из яйца, которое тьянь уронил воды с небес на землю. Этот символ яйца до сих пор рассматривается некоторыми как выражение идеи начала жизни, что есть научная истина, хотя человеческое овум невидимо невооруженным глазом. Потому мы видим почитание его с древнейших времен у греков, финикиян, римлян, японцев и сиамцев и среди племен Северной и Южной Америки и даже среди дикарей отдаленнейших островов. Сноска. Таким образом, китайцы как бы предвидели теорию сэра Ульяма Томпсона о том, что первый зародыш жизни был обронен на землю какой-либо проходящей кометою. Вопрос Почему это следует называть научным, а китайскую мысль суеверной и глупой теорией? У египтян сокровенным богом был Амон или Мон скрытый высший дух. Все их боги были двуначальны. Научная реальность для святилища. Ее двойник сказочное мифическое существо для масс. Например, как было указано в отделе Хаос Теос Космос Старший Гор был идеей мира, пребывающей в разуме Демиурга, рожденной во тьме прежде сотворения мира. Второй Гор та же идея исходящая от Логоса, облекающаяся в материю и начинающее реальное существование. Гор Старший есть древнейший аспект солнечного бога, современный Ра и Шу. Часто принимается за сына Азириса и Изиды. Египтяне очень часто представляли восходящее солнце в виде Гора Старшего, поднимающегося из распустившегося лотоса, Вселенной. Причем солнечный диск всегда находился на ястребиной голове этого бога. То же самое в отношении Хнума и Амона. Оба изображаются с бараньими головами и обоих часто смешивают, хотя функции их различны. Хнум фармовщик людей, изготавливающих людей и вещи из мирового яйца на колесе горшечника. Амон-ра зарождающий. Второй аспект сокровенного божества. Хнум почитался в Элифантине и Филах, Амон Фивах. Но Эмефт есть единое высшее планетное начало, выдувающее яйцо из своего рта, и который потому есть Брама. Тень божества, космического и вселенского того, который высиживает и оплодотворяет яйцо своим живоначальным духом, пока не созреет содержащийся в нем зародыш, был тем таинственным богом, имя которого не произносилось. Это однако Пта, тот, кто открывает, открывающий жизнь и смерть, исходящий из яйца мира, чтобы начать свою двойственную работу. Согласно грекам, призрачная форма хеми, хеми древний Египет, плавающая на эфирных волнах небесной сферы, была вызвана к жизни гором Аполлоном, солнечным богом, который явился причиной ее развития из мирового яйца. Брахман да Пурани содержится вся тайна о золотом гейце Брамы. И вот почему она может быть недоступна востоковедам, которые говорят, что эту Пурану, подобно сканда, невозможно более достать ценности, но что она встречается в разных скандах и махатмиах, которые, как утверждается, все произошли от нее. Браманда Пурана описана как та, которая воспела в 12200 стихах великолепие яйца Брамы и где содержится пояснение о грядущих кальпах, как это было открыто Брамою. Совершенно верно и может быть еще нечто гораздо большее. В скандинавской космогонии, которую профессор Макс Мюллер считает гораздо древнее ветвь, в поэме Валюспа «Песни пророчицы» мировое яйцо снова встречается в зародыше «Призраке вселенной», который изображен лежащим в гинунгагапе «Чаша иллюзии», мае «Беспредельной и пустой бездни». В это мировое чрево, бывшее прежде областью ночи и запустение Нифельхейм «Страной тумана», небесных туманностей, как называется это сейчас, в этот астральный свет упал луч холодного света, который переполнил чашу и замерз в ней. Тогда невидимый вызвал палящий ветер, который растопил замерзшие воды и разогнал туман. Эти воды хаос, называемые потоками Элевагара, пролились как живительные капли и создали землю и гиганта и мира, который имел только подобие человека, небесный человек, и корову Аудумлу, матерь, астральный свет или космическая душа, из вымени которой потекли четыре реки молока, четыре страны света, четыре истока четырех райских рек и так далее. Эти четыре символизированы кубом во всех его разнообразных и мистических значениях. Христиане, особенно греческая и латинская церкви, вполне приняли этот символ и видят в нем упоминание жизни вечной, спасения и воскресения. Свидетельство и подтверждение этому находим в освященном веками обычае обмениваться пасхальными яйцами. Начиная с ангуина, яйца языческих друидов, одно имя которых приводило Рим трепет ужаса, и до красного пасхального яйца христианина славянина истек целый цикл. И все же будет ли это в цивилизованной Европе или среди отверженных дикарей Центральной Америки мы встретим ту же архаическую первобытную мысль, если только пожелаем дать себе труд поискать и не будем в высокомерии нашего воображаемого умственного и физического превосходства искажать первоначальную идею символа. Далее предлагается к ознакомлению выборки из теософского словаря составленного Еленой Петровной Блаватской терминов и определений которые в свою очередь выше были использованы в комментарии авторам и которые ранее уже были представлены для ознакомления предыдущих аудио-видеотомах настоящей серии материалов Тайная доктрина. Махакальпа то есть охватывал период семи кругов. Таким образом тогда как день и ночь представляют как Манвантара и Пролая 8 миллиардов 640 миллионов лет век длится 311 триллионов 40 миллиардов лет после чего Пролая или растворение вселенной становится вселенской. У египтян и греков Великий век относился лишь к тропическому или звездному году длительность которого 25868 солнечных лет. О полном веке веке богов они ничего не говорят так как это представляло тему обсуждаемую по разглашению лишь в мистериях во время церемоний посвящения. Великий век халдеев равнялся по числу значению индусскому. Азирис египетский величайший бог Египта сын Геба Сатурна небесного огня и Нейт предвечной материи и беспредельного пространства. Это указывает что он есть самосущный и самосотворенный бог первое проявляющееся божество наш третий логос идентичный с Ахура Маздой и другими первопричинами. Ибо как Ахура Мазда един с Амишаспентами или является их синтезом, так и Азирис всеобщее единство при дифференциации и перфонификации становится Тифоном своим братом Изидаю и Нефтидой своими сестрами Гором своим сыном и другими своими аспектами. Он родился на горе Синай Нисси и был погребен Абедоси после того как Тифон убил его когда ему было только 28 лет согласно аллегории. По Еврипиду он тоже Зевс и Дионис или Дио Нис Бог Нисы ибо по его словам Азирис вырос в Ниссе по-арабски счастливый. Спрашивается насколько последнее предание повлияло или имеет что-либо общее? С утверждением Библии что Моисей воздвиг алтарь и произнес имя Иегова Нисси церковной русскоязычной версии и устроил Моисей жертвенник Господу и нарек ему имя Иегова Нисси Господь знамя мое или каббалистический Дио Иао Нисси Четырьмя главными аспектами Азириса были Азирис Птах Свет Духовный аспект Азирис Гор Разум Умственный монастический аспект Азирис Лунус Лунный или психический астральный аспект Азирис Стефон Демонический или физический материальный и потому полный страстей буйный аспект В этих четырех аспектах он символизирует двойственное эго Божественное и человеческое Космически духовное и земное Среди множества верховных богов этот египетский образ является самым многозначительным и величественным так как включает в себя весь диапазон физической и метафизической мысли как солнечное божество он имел двенадцать меньших богов ниже себя двенадцать знаков зодиака хотя его имя и неизреченно сорок два его атрибута носят каждый по одному из его имен и семь его двойственных аспектов завершают сорок девять или семью семь первые символизированы четырнадцатью членами его тела или дважды семь таким образом бог исчезает человеки а человек обожествляется бога его называли азирис элох мистер дамбер упоминает финикийскую надпись которая при прочтении дала следующую надгробную надпись честь мумии да будет благословенно табай дочь тахапи жреца азирис калоха она никому ничего не сделала во гневе она не произносила лжи ни о ком оправданная перед азирисом да будешь ты благословенно перед азирисом мир тебе амэнти египетский эзотерически и буквально обитель бога амэна или амона или сокрытого тайного бога эзотерически царство азириса разделенные на 14 областей каждая из которых была предусмотрена для какой-то определенной цели связанной с состоянием покойника после смерти кроме того в одной из них был зал суда это была западная земля тайная обитель темная страна и дом лишенный дверей но это это был и обитель богов и страна духов подобная гадесу греков это был и дом благого отца в котором обителей много эти 14 областей включались среди остальных и анру зал двух истин страну блаженства нетерксер место погребения или сожжения отамерксер безмолвие любящие поля а также многие другие мистические залы и обители одно похоже на шоул евреев другую на девакхан оккультистов и так далее среди 15 врат обители Азириса было двое главных врата входа или русту и врата выхода перевоплощение Амх но в Аминте не было сферы представляющей ортодоксальный христианский ад наихудшим из всех был зал вечного сна и тьмы как указал Лепсий покойники спят в нетленных формах они не просыпаются чтобы увидеть своих братьев не узнают больше отца и мать их сердца не чувствуют ничего к своим женам и детям это дом Бога все мертвого каждый боится молиться ему ибо тот не слышит никто не может восхвалить его ибо он не замечает тех кто поклоняется ему так же как не обращает внимания ни на какое жертвоприношение этот Бог есть кармическое решение страна безмолвия обиталища тех кто умирает абсолютно неверующим а так же умирающих от несчастных случаев раньше отпущенного им срока и наконец умерших на пороге овичи которая никогда не находилась в аминте или каком-либо другом субъективном состоянии за исключение одного случая но на нашей планете вынужденного повторного рождения они не оставались долго даже в своем состоянии глубокого сна забвения и тьмы но более или менее скоро направлялись в сторону амх врат выхода девачан санскрит обитель богов промежуточное состояние между двумя земными жизнями которые входит эго атма будхи манас или в одно преобразованное троице после своего отделения от кама рупы и разложение низших принципов на земле пуруша санскрит человек небесный человек в другом аспекте дух то же что нарайана духовное я акаша санскрит тонкая сверхчувственная духовная сущность наполняющая все пространство изначальная субстанция ошибочно отождествленная с эфиром но она относится к эфиру так же как дух к материи или атма кама рупи фактически она является всемирным пространством в котором неотъемлемо заключена вечная мысль основа вселенной в ее вечно изменяющихся аспектах на планах материи и объективности из которого излучается первый логос или выраженная мысль это это причина того почему в пуранах указано что акаша имеет лишь один характерный признак а именно звук ибо звук есть не что иное как переведенный символ логоса речи ее мистическом смысле эфир греческий у древних божественная святоносная субстанция наполняющая всю вселенную одеяние высшего божества зевса или юпитера у современных писателей эфир о значении которого физики и химии смотрите словарь вебстера или другой в эзотеризме эфир есть третий принцип космической семиричности земля является низшим затем следует астральный свет эфир и акаша высший астральный свет оккультный невидимая сфера окружающая наш земной шар так же как и любой другой соответствующая как второй принцип космоса третий есть жизнь чьим проводником она является линга шарира или астральному двойнику человеки тонкая сущность видимая лишь ясновидящему оку и низшей за исключением одного а именно земли из семи акашных или космических принципов элифас леви называет это великим змеем или драконом из которого на человечество излучаются все злые воздействия это так но почему не прибавить что астральный свет выдает лишь то что получил что он является великим земным тиглем которым все низшие эманации земли моральные физические которым и напитан астральный свет преобразовываются в их тончайшую сущность и посылаются обратно усиленными таким образом становясь эпидемиями моральными психическими и физическими в конечном счете астральный свет есть то же что седиральный свет парацельса и других герметических философов анима мунди латинский мировая душа то же что аллая северных буддистов божественная сущность которая пропитывает одушевляет и наполняет все от мельчайшего атома материи вплоть до человека и бога в некотором смысле это есть семипокровная матерь матерь о семипокровах станц тайной доктрины сущность семипланов восприятия сознания и дифференциации моральной и физической в своем высшем аспекте это нирвана в низшем астральный свет у гностиков ранних христиан и назареев она была женского рода двуполой у других сект которые рассматривали ее лишь в ее четырех низших планах она огненной эфирной природой в объективном мире форм в этом случае эфир и божественной и духовной ее трех высших планах когда утверждается что каждая человеческая душа родилась отделившись от анима мунди то это эзотерически означает что наше высшее эго в сущности идентичны с тем что есть излучение вечно непознаваемого вселенского абсолюта вишну санскрит вторая ипостась индусской тримурти троицы состоящая из брамы вишну и шивы от корня виш все проникать в ригведе вишну не является высоким богом но просто проявлением солнечной энергии и описан как пересекающий тремя шагами семь областей вселенной и укутывающий все пылью своих лучей какие бы мы ни были шесть других оккультных значений этого утверждения это относится к тому же классу символом как и семь и десять сифиротов как семь и три отверстий совершенного Адама Кадмана как семь принципов и высшая триада в человеке и так далее позднее этот мистический символ становится великим богом хранителем и восстановителем имеющим тысячу имен Сахасранамой Кальпа санскрит период кругового вращения земли вообще цикл времени но обычно представляет день и ночь Брамы период 4 миллиарда 320 миллионов лет на этом декламирование тайной доктрины части 2 эволюция символизма отдела 6 мировое яйцо что составило настоящий аудиовидеотом номер 38 завершено продолжение последует «Саметки» «Саметки» 未曾 лет «Саметки» «Саметки» дескали «Саметки» и последует «unt из» «Саметки» «Саметки» долю Субтитры создавал DimaTorzok